Субтитры создавал DimaTorzok В избежании скапливания мокроты в легких больному необходимо постоянно производить откачку. Оксана не имеет специального медицинского образования, а потому опасается, что может навредить супругу. Но для нее очень важно быть рядом, ухаживать за ним. Начала с реанимации, приходила, врачи разрешали побрить его, побыть рядышком хотя бы немножко. Потом перевели в травматологию в отделение, там я каждый день находилась, утра до обеда. Также делала массаж, обтирала тело. Просто посижу хоть рядышком, что могла, то делала. Зачем перевели в неврологию в районную больницу. Здесь также прихожу, помою, поделаю массаж. Сейчас Оксана разрывается между больницей, в которой находится тяжело больной супруг, и Дума, где ее ждут трое детей. У одного ребенка неизлечимый тяжелый диагноз – синдром Дауна. Дети ждут папу. Сердце бедной женщины разрывается от боли. Дети очень скучают каждый день. Папе соскучились, папу нужно. Была бы возможность у меня, я бы круглосуточно с ним находилась. У меня нет. Я хотя бы 2-3 часа с ним побуду и обратно домой. Так каждый день. Мы спросили главного врача Шадринской районной больницы, насколько правомерна выписка тяжелобольного Евгения из стационара. Есть такое понятие и называется вегетативное состояние. Вследствие черепно-мозговой травмы, как в данном случае, либо вследствие перенесенного какого-то острого инфекционного, например, заболевания, или перенесенного инсульта. Когда пациент переживает острую фазу, а он ее уже пережил, то есть он месяц пролежал в отделении травматологии с черепно-мозговой травмой. Сюда к нам его уже перевели на паллиативную койку для, скажем так, подготовки самого пациента и уже обучения родственников, как раз как с ним дома ухаживать за ним, чтобы его выписать домой. Он не может находиться годами в лечебном учреждении. Я еще раз говорю, при организации правильного ухода, а в данной ситуации это будет только оказываться услуга уход, то есть никаких медицинских процедур мы ему здесь уже сделать ничего не сможем. Как поясняет Павел Александрович, главное для Оксаны переломить психологический барьер, и что при правильной организации ухода такие пациенты могут жить годами. Когда пациенту устанавливается диагноз, что он находится в таком состоянии, мозг у него, кора головного мозга в частности, она у него не работает. То есть он живет на сегодняшний день за счет того, что у него работают подкорковые центры. То есть у него сердечно-сосудистая система работает без поддержки. Дыхание у него самостоятельное, пусть даже и через трубку трахеостомическую, но оно у него самостоятельно, он сам дышит. Естественное отправление у него самостоятельное. У него нарушена функция глотания, он не в сознании. Я еще раз говорю, он в таком состоянии может находиться при правильной организации ухода. Он будет находиться в таком состоянии, может, несколько лет. Как бы это ни было печально, но, как показывает практика, из состояния комы такие пациенты выходят редко. Поскольку Оксана опасается самостоятельно ухаживать за супругом, вариантом решения проблемы правозащитники предлагают помещение больного в один из геронтологических центров города, где уход за мужчиной будут осуществлять специалисты. Оксане предлагают подумать. В случае ее согласия специалисты медицинского учреждения начнут необходимую процедуру оформления. А пока Евгений побудет в больнице. Он не восстановится, у него сознание не восстановится. И дальше он в таком состоянии будет жить. Если вы говорите, что родственники не готовы, значит, надо оформлять такого пациента в специальные дома по уходу. Действительно, может быть, тогда рассмотреть вопрос, какие это учреждения, которые здесь у нас находятся на территории города, и согласовать с ними, и перевезти его туда. Да, потому что, допустим, если, насколько я понимаю, спутник, да, у нас имеется, там есть медсестры, которые точно так же ухаживают, то есть в них есть образование, и они ухаживают за тяжелобольными, которые там есть. Пока Оксана не готова дать ответ на предложение поместить супруга в социальное учреждение, и остается только пожелать женщине быть сильной и не терять надежду.